друзья смотрите видите умный дом не пускает нас вот этот дом всем привет друзья в общем новая серия вот в этом дом мы должны заселиться короче говоря нам сказать что отчис главный вход эти через консьержи а там где подъезда вот тут вот первый подъезд здесь надо набирать 179 да не что открывай ну так колонна здесь ты сколько фотка что мы с колоннами стоим вот тут жака репник консьержки нету нас не пускают вообще нормально может это может вот консьержка в каком-то из этих из каком-то из этой комнаты надо постучать давайте 19 в общем вот так друзья заселение как всегда не могут нормально заселить шик такой платить у меня домофон сколько видео есть да и тут не дело не в умном домофоне это просто не внесли нас чё-то где-то дело в хозяине куку причем тумный домофон а смести должны были приключения сейчас надеюсь хоть с ключами все нормально будет а то что-то кидал его такое звоните звоните вас пусть да но это шутка господи что-то так у нас какая 179 туда 177 178 вот он вот тут сейчас был паспорт фоткать паспорт фотка на фоне этого и нам откроют но только надо написать есть что мы так и не знаем как вам ходить а с ключом да потом паспорт свой фотка и главную страницу ну вот друзья открыли заходим вот так заходим в общем здесь прихожая потом покажу получше комнатка ванна туалет кухонька вторая комнатка и балкончик почему-то второго стула нет уже вот его деле с таким вот шикарным видом стула почему-то один я второй потом сниму вам наверное на телефон потому что чтобы был широкомасштабный вид иначе все очень получается большое короче говоря сейчас разбираемся с вайфаем там нам что-то написали что надо оплатить балкончик конечно супер медленно докажется что идет состав а вон и волга а вон наша машина стоит да смотри отлично ее видно супер сейчас вам покажу рум-тур сейчас чуть-чуть разберемся с вайфаем то что просит оплатить после этого покажу вам рум-тур друзья ну давайте я вам быстренько покажу рум-тур вот кстати вайфай стоит но это сережек значит вот так заходишь дверь ну мне кажется 63 квадратных метра конечно тут нету как говорилось ну ладно дверь шкаф здесь можно повесить вещи как видите вешалка есть плечики есть имеют так не смотрите на вещь часть мы занесли идем направо у нас туалет раковина полотенцесушитель стиралка и ванна так напротив комната 1 вот здесь есть телевизор в этой комнате тумбочка кровать шкаф встроенный вот видите кстати кладилка не завтра утром нас не устраивает а завтра утром она скажет что нету интернета и что дальше сейчас вам расскажу все эти показываем по-быстрому рум-тур вообще не знаю будем мы здесь или нет потому что интернета нету у нас работа у сережи у не что-то надо делать какие-то задания в интернете интересно вообще так заходишь сразу в кухню стол такой холодильник маленький вопрос вопрос спроси пускай потом переведут в чем проблема-то мне надо просто сказать что пускай скинут личные данные что она выйдет завтра на связь она сдает квартиру а выйдет на связь она завтра кто выйдет на завтра на связь какой бухгалтер Тот, кто сдает квартиру, должен знать личные кабинеты, то есть все. Причем тут бухгалтер. У этой квартиры есть бухгалтер? Я вообще не понимаю, о чем они говорят. Я понимаю, что это на лохов рассчитано. Элитный дом, бухгалтер тут какой-то. Какой бухгалтер у квартиры? Квартира кому принадлежит? Тот и должен знать, какой этот, а не бухгалтер. Надо позвонить и сказать, хорошо, мы положим деньги. Хотите, потом вернете нам эти деньги. Что, нам нужен интернет. Мы заселялись с тем, что интернет будет. Мы не можем ждать завтра, у нас работа. Вторая комната. Тут, кстати, телевизора нет, хотя выходы по телевизору везде есть. Вот сэкономили. Квартира, кстати, не дешевая, но мне уже многое не нравится. Вид хороший, в центре расположено, конечно. Но, как всегда. Оператор, подключите. Оператор. Верно, оператор. Кондиционер один. Тут тоже нету телевизора, хотя выход. Телевизор есть. И вот балкон. Балкон такой. Конечно, с хорошим видом. Ничего не скажешь. Но... Кстати, на фотографии два стула. Здесь один. Один, наверное, вытянули. Вид вот такой вот шикарный. Да, вид на Волгу. Все, хочу сказать. Храм здесь. Центр. Замечательно. Но очень странное отношение к клиентам. За такие деньги, за которые сдается эта квартира. Ну, вот в Ялте нас встречали. Мы не бегали вокруг дома. Там написано подъезд один. В другом месте написано подъезд один. Нам даже не объяснили, куда идти. Ну, ладно. Так нас даже не пускают. Она сказала, ну, стучитесь, там кого-то найдете. Так мы так не достучались. Просто дверь открылась. А семья открылась. Консьержки на месте нету. Мы могли полчаса там стоять и час. В итоге пришли в квартиру. Ну, квартира, конечно, не 63 метра квадратных. Ну, ладно. Бог с ним. Но... Интернет, который написан. Высокоскоростной интернет. Все. Фотки у них прямо этого. Коробки Wi-Fi. Написано. Уточнили. Приходим. Нет интернета. И она еще, когда мы написали, что интернет не оплачен. Просто его надо оплатить. И когда мы ей написали, она еще говорит, что бухгалтеру ей надо позвонить. Но какому бухгалтеру? Интернет оплачивать? Ну, собственник. Пускай оплатят по своим этим. Она говорит, завтра, возможно, выйдет на связь. А может, послезавтра. Ага. А может, выйдет через неделю, как у нас было в Питере. Замечательно. Так, я могу платить через Сбербанк, правильно? Через любой банк. Через любой банк. Там выбирайте. Дядя, как по метру. Баблика ты его расставляешь, оплачивать, да? Спасибо, Юшка, большое. Спасибо. Спасибо за обращение. До свидания. Ну, и что вы узнали? Все узнали. Почему тогда эта женщина не могла ничего узнать и до завтра не хотела? Потому что они не хотят платить 750 рублей, потому что мы уедем. Сколько? 750 рублей. 750 рублей. Потому что мы уедем, а им нафиг это. Деньги экономят. Что, давай напишу, что я могу платить? Ну, напиши, что я все узнал. Номер договора и могу оплатить. Вычтите, напишите, что вычтите. Включи видео, диктуй. Короче, сейчас я напишу. Напишу и вычтите потом из нашей квартплаты. Что это? Ну, я говорю, ну, это вообще. Тут все колокол бьет. В общем, мы как бы не согласны были жить без интернета. Сережа все узнал. Узнал номер договора, представляете? Все узнал, как что. Оплатил. Мы, конечно, сначала связались с риэлтором или кто это. И сказали, что мы можем оплатить. И потом переведем вам за вычетом интернета. Ну, она сказала, хорошо. Все, мы оплатили. И у нас интернет уже, друзья, заработал. Вот так, понимаете, надо решать проблему. Не завтра, не послезавтра, а прям сразу. Ну, мне кажется, что этот риэлтор вообще немножко приофигела, что мы так... Мы ей буквально через три минуты, ну, как интернета нету, она сказала, ой, там надо связываться с каким-то бухгалтером, я не знаю, может быть, завтра утром попытаемся. А Сережа через три минуты позвонил, ну, написал, что мы все разузнали, номер знаем, сколько платить знаю, можем перевести. Она прямо в шоке от этого. Ну, а что? Вообще-то, конечно, это, я считаю, полностью их обязанность, вот, чтобы все работало к нашему приезду. Но так как это нам, мы заинтересованы, вот, поэтому мы же не будем говорить, нет, это ваша обязанность, мы лучше сами все сделаем. В общем, хочешь сделать хорошо, сделай сам. А вот, видите, все время звонит колокол. Интересно, сколько раз он будет звонить? В сутки. Почему? Ну, ты привыкнешь скоро. А самолеты, когда в Адлере летали? Здесь окон. Да, я думаю, он даже не будет. Не, постоянно он-то, конечно, не будет. Это сейчас служба идет, наверное, вечерняя. Так-то он раз в час, что ли, должен звонить или что? Сейчас какая-то служба. Все, в общем, сейчас оплатим оставшуюся часть. Ну, потому что понятно, что недочеты есть, что телеков нет, чего-то нет. Ну, это как всегда во всех квартирах, вот. Столик не хватает. Вот Сережа сразу сказал, не хватает здесь столика. Потому что ни одного журнального столика нет. Есть только обеденный стол. Это очень неудобно. Куда компьютер положить? Где там, если запись хочешь сделать, там, поработать? Видите, тумбочки и все, да? Нету журнального столика. Если был бы журнальный столик и вот тут вот телевизор на стенке, потому что вот ты готовишь, сидишь вечером, отдыхаешь, хочется включить телевизор. Вот если бы это было бы, все идеально было бы. Вот. Ну, из расчета того, что, конечно, мне кажется, что это не 63 квадрат. А так все, что, гладилка есть, где посушить блюдо. Кстати, а где это? У Дани, да, в комнате, где сушилка? У нас гладилка, у Дани. Да, вот там можно повесить. Ну, надо выносить куда-то, конечно, что-то. Че, окна? Окна-то везде фиговые. Да, да, окна фиговые. Нет, вот в этом было нормально, в этом. Вот тут посмотри, аж щель какая-то. У тебя зеркаль тоже нормально было. Не, ну, понятно. Да, там такие... Это еще считается, понимаете, вот это вот премиум-класс у них ЖК вот этот, понимаешь, в центре города. Остальные-то, ну, мы помнишь, в Волгограде жили? Что там за дом был? Ужас какой-то. Я что-то не помню, что церковь, когда мы в прошлый раз ходили. Я вот, кстати, тоже не знаю. В этой церкви не было ее. Может, ее не было? Надо почитать, что это такое за церковь. Я все помню, а ее не помню. Может, мы просто туда не доходили. Мы ходили под этой площадью, вон там мы были. Ну, то есть, они покупали... А там, по-моему, что-то резервы. Может быть, там это она реставрировалась? Вот, ну, грязноватенько где-то. Но, в принципе, в принципе, так, как на картинках. Так, как на картинках. И выбор, я хочу сказать, вот в Волгограде мы смотрели. Дань, скажи, чтобы вообще, в принципе, почему вот эту квартиру взяли? Хотя тут нет телевизора второго. А выбора нету, скажи. Нет, нормально, да. Да, потому что либо это старый жилой фонд, чтобы он был и в центре, и с видом, и новые ЖК, и чтобы все... Ну, вот нету. Ну, ладно, чтобы были нормальные реванки. Ну, да, и чтобы кровати были, а не диваны раскладные. Давайте вы смотрели мягкие, мягкие. Ну, я не садилась, потому что я в одежду не хочу, на просто. Матрас не могу определить. Ну, короля же, мы узнаем. Ну, Данька, если что, может, на одну сторону лечь или на другую. А мы-то нет. Одеяло не предусмотрено. А вот предусмотрено какое-то, ну, не знаю, тепло вроде. Так, ладно. Пойдемте.